А вы уже даже знаете эту футболку с самолетом, это значит то, что я куда-то лечу. Сегодня я нахожусь в аэропорту Шарм-эль-Шейха. В этот раз я прям умничка. Смотрите, я не забыла взять с собой бахилы. Я взяла чай, чай в аэропорту Шарма 65 фунтов. Это где-то 4,5 доллара. Кстати, ребят, во втором терминале сделали очень красивый дьюти-фри. Есть каркадэ? Есть каркадэ? О, давай. А я, как всегда, прошла первая на посадку. Пролетаем над Румынией. И смотрите, снег. Я с 2 года не видела Тиму. Попасть в 1,28, вдруг просит. Это, конечно, весело. Приехала домой. Дома снег, туман, сердечки на подъезде. Есть ключи. Пойдемте удивлять родителей. Привет! В этот раз фруктов привезла очень много, потому что как раз начинается сезон клубники, заканчивается сезон манго. Вау! Пады! Ну что ж, ребят, всем привет. После долгой паузы рады опять приветствовать вас на своем YouTube-канале. Вики in Egypt. Сегодня нахожусь в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Собственно, вообще очень много работала. Не было информационных поводов создавать новые видео. Но, как видите, у меня, вы уже даже знаете эту футболку с самолетом. Это значит то, что я куда-то лечу. Не буду предлагать вам в комментариях угадывать, куда, потому что, собственно, уже буду вам рассказывать и все показывать. Я лечу домой в Украину. И сегодня у нас 11 декабря. Я решила сделать подарок своим родителям. Мы долго не виделись. Я была дома в последний раз на Пасху. Потом они приезжали ко мне в июне или в июле. И вот опять лечу домой. Мы находимся во втором терминале на часах 4 утра. Людей вообще немного, потому что вылетает сейчас только два рейса. На 5 утра в Киев и 6 утра, собственно, вот я лечу на Львов. Ребят, поскольку по законам Египта в аэропорту снимать нельзя, я не буду вам показывать, как мы проходили все контроли, как нас досматривали, потому что категорически снимать такие моменты запрещено в целях безопасности Египта. Ну и поскольку я уже два года живу в этой стране, хочется уважать правила этой страны, потому что для меня это уже второй дом. Единственное, что скажу вам. Есть несколько моментов по прохождению контроля. Например, берите, пожалуйста, с собой бахилы, потому что бахилы в аэропорту Египта не дают. Я вот сегодня была в бахилах, все на меня смотрели, спрашивали, откуда я об этом знаю. Что, ребят, в этот раз я прям умничка. Смотрите, я не забыла взять с собой бахилы, поэтому все без бахил, а я одна вот такая вот в белых носочках, и до плеча к Украине Марусу. Также очень важный нюанс, пожалуйста, не берите с собой вручную кладь никакие жидкости. Если духи больше 50 миллилитров, все, пожалуйста, ложите в чемодан. Если у вас есть какие-то пинцеты, пилочки, я не знаю, что еще, какие-то острые режущие предметы, это все тоже, пожалуйста, в чемодан. Потому что я сегодня просто смотрела полчаса, как девочки плачут, потому что вот это все выкидывает, потому что элементарных правил аэропорта никто вообще не знает. А также таблетки, пожалуйста, обязательно с собой берите чеки. Не знаю, раньше вот можно было брать пять упаковок таблеток на одного человека, сейчас говорят, что три. Вот я везу с собой, например, три пантагара, я их поставила вручную кладь, у меня с собой вот в этой маленькой сумочке обязательно есть чек. Поэтому я сразу показала, что я везу лекарства, сразу предъявила чек, и у меня абсолютно никаких проблем с досмотром не было. Другие пытались что-то ругаться, плакали, пытались что-то забрать, то, что выбрасывает. Но, пожалуйста, перед тем, как лететь, внимательно читайте правила страны, уважайте эти правила. И, пожалуйста, делайте все как надо. Еще хотела рассказать вам о нормах перевоза багажа. Сегодня мы летим с Кайапом. Сдали уже чемоданы, могут быть до 23 килограмм. Женская сумка до 5 килограмм. И ручная кладь до 9 килограмм. Но это именно на Скаапе. Если вы летите в другой авиалинии, пожалуйста, уточняйте у своего тороператора. Также хочу напомнить, что пакеты с Дьютифри абсолютно не считаются. Все, что вам надо, вы можете купить. Кстати, ребят, во втором терминале сделали очень красивый Дьютифри. Есть очень много косметики, парфюмерии. Очень нравится вообще дизайн. Так цивилизованно, красиво, со вкусом. Кстати, в аэропорту снимать нельзя. Но я спросила, потому что кое-что здесь покупала. И мне разрешили поснимать. Еще есть игрушки, есть различные сладости, финики. Вот такие вот пирамидки с финиками. Я вот тоже такой вот купила домой. Различный алкоголь. Опять финики, опять игрушки. Вот очень много такого интересного всего. Много фиников. Так, халва. Можно прийти погулять, провести время, купить что-то на память о Шарм-эль-Шейхе. Что-что? Есть каркадей, есть игрушки конфетки. О, давай, будешь на ютубе. Это игрушки конфетки. Да, это обув, я знаю. Что еще? Кофе. Такое у меня тоже есть. С фундуком есть? Я с фундуком покупала. С фундуком нету. А с фундуком вкусное? Вот, такой вот выбор кофе есть. Видите? Какой хороший, приятный продавец. Спасибо, хорошего дня, каркаде. Хорошей вам смены, до свидания. Вот, и есть такие изделия, которые на ютубе показывать нельзя. Ну, в общем, сделали очень-очень-очень красиво. Героям слава! Дьюти-фри – это отличная идея, если у вас очень много времени до вылета. Я знаю, у вас минимум 2-3 часа остается. Вот, минут 30 я провела где-то в дьюти-фри. Потом вот пошла, взяла чай. Чай в аэропорту Шарма 65 фунтов. Это где-то 4,5 доллара. Если у вас есть сухой паёк, можно взять тут чай и покушать, если вы, конечно, отдыхали в отеле. А если нет, в принципе, можно и здесь покушать. Я буду кушать здесь, потому что у нас очень-очень-очень ранний вылет. И я буду целый день сегодня в дороге, поэтому не знаю, как будет с питанием. Вот еще остался час до вылета, сейчас 5. Посадка у нас в 5.15, вылет у нас в 6 утра. Ну все, ребят, вот, собственно, я, как всегда, прошла первая на посадку. Идем первая в автобус. Там где-то наш самолетик. На улице прохладненько, конечно. Ну, как-то так. Ну, вот и все. Bye-bye, shalom and shaykh. As-salamu. До скорой встречи. И, наверное, уже, скорее всего, в Новом году. Это первый терминал у нас. Мы едем со второго, поэтому мы вот увидим весь аэропорт. Все так происходит. Кто-то ходит пешочком. А я думаю, вот наш самолет. КОНЕЦ. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дальше расскажу вам, что привозить с Египта. Я взяла вот три упаковочки клубники. Клубника сейчас по 20 фунтов. Это по полтора доллара. Конечно, чуть-чуть потекло все в дороге, но довезла в целости и в сохранности. В этот раз фрукты. В этот раз фруктов привезла очень много, потому что как раз начинается сезон клубники и заканчивается сезон манго. Давайте разберем. Это у нас хурма. Хурма по 20 фунтов, то есть по полтора доллара килограмм. Дальше у нас гуава по 15, по доллару, майл по 20. Это доллар с чем-то. Имбирь взяла даже в этот раз 80 фунтов. Что у нас еще? Есть у нас эшта сахарное яблоко. Вот такое вот. По 4 доллара 60 фунтов. Манго по 3 доллара 45 фунтов. Сливы привезла в этот раз по 40 фунтов 3 доллара. Инжир по 30 фунтов 2 доллара. Что еще? Вот такие вот штучки, которые называются паранкаш по 30 фунтов 2 доллара. Гранат по 15 фунтов доллар. А что еще? Папайя у меня одна из 45 фунтов 3 доллара килограмм. И конечно же клубника. Вот такой вот получился набор сезонных фруктов в Египте. Сейчас декабрьских. Что еще я рекомендую брать со сладостей? Вот такой вот финик. Внутри орешек в черном шоколаде. И то же самое только в белом молочном шоколаде. Вот такая вот нуга. Шесть штучек в упаковке. Две одинаково взяла. И что еще интересно. Конфета, которая называется Египетская Рафаэлла. Здесь пол килограмма. Очень такая хорошая упаковка. Это тоже финик с медом и в куджуте. Что еще привозить с Египта? В этот раз я взяла зеленый чай с персиком. Зеленый чай с лавой. Взяла кофе Абуауф. Очень вкусный черный кофе. Видите пишет флэйвор с вкусом фундука. Можно его варить прямо на молоке. Очень вкусно получается. Сыр фета. А попробовала в этот раз новую фирму. Вот такую. Очень вкусный. Вид одинаковый. Просто разный граммаж. И тахину соус. Также в этот раз я взяла бестерму египетскую. Она очень вкусная. Особенно в омлеты, на бутерброды. И папе вот такое печенье с фиником внутри. Тоже цены видно. Полтора доллара. И еще привезла вот такую вот лампу. Которую мы в Египте называем лампу Аладдина. Вот. Такая вот красивая лампа. Одна родина за столом и Украина. Бо в нас и других нема. Все это я хочу вам всем дорогие украинцы обожать. А мы для этого все сделаем. С новым роком дорогие украинцы. Два. Один. Дальше. Жизнь украинцы. С новым роком хасом. А мы десяться! Дальше.